Говорит Черкесск В студии Ритонирова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. В восьми муниципальных районах республики будет построено и реконструировано 17 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения. Делегация Карача-Черкесии примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет в Минеральных водах. Аудиолекции по финансовой грамотности продолжат звучать на национальных языках Карача-Черкесии. И восемь медалей, и четыре путевки на чемпионат мира завоевали наши спортсмены по итогам состязаний в Грозном. Далее подробности. Главной политической новостью республики стал рабочий визит в регион председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, а также полномочного представителя президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. Это единственный российский завод по переработке овечьей шерсти с полным циклом производства, от сортировки немытой шерсти до производства трикотажной пряжи. Гости осмотрели цех производства пряжи, где ознакомились с технологическим процессом производства и предельным оборудованием. Сегодня в УКАМ реализуют инвестиционный проект по модернизации предельного производства, созданию цеха крашения и строительству трикотажной фабрики. Это позволит создать конкурентные преимущества перед иностранными производителями пряжи, расширит ассортимент производимой продукции, позволит также заместить ушедших с российского рынка иностранные бренды одежды. И не менее важно, что после выхода на полную проектную мощность предприятие создаст порядка 800 рабочих мест. Председатель правительства страны подчеркнул, что процесс производства пряжи очень сложный и трудоемкий, и позитивно оценил перспективы дальнейшего развития предприятия. УКАМ тесно взаимодействует с Федеральными министерствами экономического развития, промышленности и торговли и пользуется всеми мерами и инструментами поддержки, в том числе промышленной ипотекой. По итогам экскурсии Михаил Мишустин поручил УКВСу Республики совместно с Министерством просвещения России проработать вопрос подготовки программы спроса на кадры, на которую в дальнейшем смогут ориентироваться образовательные учреждения Карача-Чикеси при подготовке профильных специалистов и формировании необходимого кадрового потенциала на перспективные производства и предприятия региона. Председатели правительства России Михаил Мишустин вместе с главой Карача-Чикеси Рашидом Тимрезовым дали старт запуску красногорских малых гидроэлектростанций в республике. В торжественной церемонии также приняли участие полномочный представитель президента страны ВСКФО Юрий Чайко, министр энергетики России Николай Шульгинов, председатель правления и генеральный директор ПАОРУС Гидро Виктор Хмарин и другие. Мишустин отметил, что запуск МГС важен как для экономики и жителей Карача-Чикеси, так и для всего Северокавказка Федерального округа. Красногорские малые гидроэлектростанции были построены менее чем за 4 года. В рамках реализации комплексной программы на Северном Кавказе уже возведены 5 объектов и еще столько же находятся на стадии проектирования и строительства. Новый гидроузел поможет сгладить колебания уровня воды в водохранилище. Это позволит другим станциям по реке Кубань увеличить генерацию экологически чистой энергии, в том числе на одной из самых больших в регионе ГЭС Зеленчукской. В рамках рабочего визита в Карача-Чикесе председатель правительства России Михаил Мишустин и полномочный представитель президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко посетили и крупнейший в России завод по переработке баранины группы компании «Домоте» на 450 рабочих мест. Здесь также были осмотрены цеха предприятия. Председатель совета директоров «Домоте» Наум Бабаев представил гостям план перспективного развития группы компании «Домоте». Напомним, завод по переработке баранины был запущен в сентябре прошлого года, но уже сейчас показывает хорошие результаты, а после выхода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Михаил Мишустин отметил порядок и чистоту на производстве, а также эффективность, безотходность и быстроту работы. Сегодня жители Карачаевской кессии отмечают 66-летие со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину. Свои поздравления землякам направили глава Карачаевской кессии Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов. В тексте первых лиц говорится, «Для нашей многонациональной и многоконфессиональной республики, в которой чтят все памятные даты, этот день в числе особо значимых, ведь за ним 14 лет испытаний, потерь и горести, которые пришлись на долю карачаевского народа. Тем искренней наша благодарность старшему поколению, благодаря которому народ выжил, и каждый год в дружной семье народы в Карачаевской кессии отмечают этот праздник. Особенно ценно то, что были спасены от забвения язык, традиций и культурного наследия народа. Следующие поколения приняли эстафету и достойно продолжили дело предков, отмечаются в поздравительном адресе. Дорогие друзья, наша прекрасная карачая кессия никогда не была бы такой, какой мы знаем ее сейчас, без вклада каждого народа, живущего здесь, в нашем общем думе. И так же, как много десятилетий и веков назад, сегодня мы должны плечом к плечу продолжать общее дело, созидание и развитие во благо нашей малой Родины и России. Вечная память погибшим, низкий поклон аксакалам, мудрецам и труженикам, пожелания благополучия, успехов и больших достижений тем, кто сегодня строит будущее нашей республики. Завершается поздравительный адрес первых лиц республики. Делегация Карачаевской кессии примет участие в Первокавказской инвестиционной выставке, которая пройдет в Минеральных водах 3 и 4 мая. Регион представит Министерство туризма и курорта в республике совместно с предпринимателями турбизнеса и туроператорами. Кавказская инвестиционная выставка – это пространство для презентации проектов и возможностей регионов Северокавказского федерального округа, обсуждение ключевых проблем, всесторонние оценки инвестиционного потенциала, а также поиска новых направлений и решений для бизнеса. Ключевыми мероприятиями выставки станут пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО», роль инвестиций в развитии макрорегиона и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера, куратора Северокавказского федерального округа Александра Новака. В проекте деловой программы предусмотрены для обсуждения вопросы развития туризма, молодежного предпринимательства, агропромышленного комплекса. Будут также рассмотрены особенности рынка труда, повышение банковской активности, ЖКХ и энергетики. В Карачаеве утверждена оригинальная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, которая разработана с целью модернизации инженерных коммуникаций, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. В рамках данной программы на территории республики будет построено и реконструировано 17 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения общей протяженностью 129 километров 600 метров сетей в 8 муниципальных районах региона. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах республики. Уже в текущем году в рамках данной программы начнутся работы по строительству двух объектов водоснабжения общей протяженностью более 23 километров. Строительство первой очереди разводящих сетей водопровода на 28 улицах села Дружба магистрального водопровода в этом же населенном пункте. Энергетики филиала Россети Северный Кавказ, Карчатчик, Ескенерго в текущем году в рамках реализации ремонтной программы смонтируют на линиях электропередачи 110 киловольт, 315 птицозащитных устройств. Оборудование установят на ЛЭП Невиномысская ГРЭС Академическая, Зеленчук-Касаева, Зеленчукская ГАЭС Зеленчук, ГЭС-2, ГЭС-1, Северная Кавказская Хабеско-Шхабль и Зеленчук Академическая. По оценкам орнитологов в Карачачьей Кесе обитают более 270 видов птиц, поэтому для сохранения популяции птиц и предотвращения возможных технологических нарушений в сетях энергетики филиала ежегодно оснащают линии электропередачи птицозащитными устройствами. При этом такой способ защиты элементов ЛЭП не наносит вреда пернатым, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах. Аудиолекции по финансовой грамотности продолжат звучать на национальных языках республики. В прошлом году сотрудничество оригинального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карача-Черекеся подарило жителям республики уникальную возможность проводить досуг с пользой, слушая аудиолекцию о грамотном финансовом поведении на родном языке. Вниманию жителей были представлены 10 лекций на актуальные финансовые темы, переведенные на карачавский, черекеский, абазинский и нагайский языки. А в ближайшее время будет переведено еще 5 аудиолекций, слушатели которых узнают, как не потерять деньги, продавая вещи в интернете, как следовать финансовому плану семьи, как быстро перевести деньги по номеру телефона, выбрать кредитную карту и вернуть ошибочный перевод. Переведенные лекции по мере готовности пройдут в радиоэфирах ГТРК, а также будут загружены на официальный сайт телерадиокомпании. Восемь медалей и четыре путевки на чемпионат мира. Такие результаты показали спортсмены карача-черкесии на чемпионате России по борьбе на поясах в Грозном, который собрал 268 спортсменов из 26 субъектов в России. Победителями стали Азамат Татаркулов, Канамат Декушев, Алан Ачабаев, Арсен Мусалаев, Шамиль Балачи, Веслам Лайпанов, Алан Тикев и Рустам Кубанов. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, представят нашу страну на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в июле текущего года в Казахстане. Команда из карача-черкесии заняла третье место и впервые оказалась в числе призеров. На прошедшем всероссийском турнире по шахматам в Ингушетии приняли участие 8 команд. В состав нашей команды вошли Муса Абреков, Заур Тикеев, Мухтар Лайпанов и Аслан Тишелев. А в упорной борьбе они заняли третье место и впервые оказались в числе призеров. В Усть-Джигуте прошло первенство карача-черкесии по борьбе на поясах среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященной столетию Министерства спорта России. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов со всей республики. Победителями стали Ислам Татаркулов, Алим Байкулов, Денислан Тибуев, Амир Чомаев, Умарали Джамбаев, Салим Семенов, Ислам Джани Беков, Ренат Бастанов, Станислава Бессонов и другие. Ну и последняя информация. Одно золото, два серебра и три бронза завоевали наши боксеры на первенстве Северокавказского федерального округа по боксу в Нальчике среди юношей 13-14 лет. В своих весовых категориях победителями стали Ибрагим Мамайев, Мухаммад Хачуков, Ильдар Шевзухов, Имран Баров, Аслан Айбазов и Батал Комратов. Они получили право выступить на первенстве России по боксу. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по Республике перемена и облачности местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. А в горах местами плюс 3,8 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, а столбик террометра поднимется до отметки плюс 16. Таковы наиболее заметные события Республики. Новостной блок провела Рита Нирова.